Добрый день! Сегодня у нас пятое занятие. Мы будем рассматривать разные методы нанесения получения наноструктур на поверхности воды или на подложку из раствора, из водной фазы. А также в целом это будет bottom-up approach, когда что-то более сложное строится из более мелких элементов. Слева от меня вы увидите фотографию в оптическом микроскопе. Это двумерные кристаллы органического красителя, полученные на поверхности воды с помощью ламинюровской технологии, о которой будет идти речь. У этих кристаллов линейные размеры несколько сотен микрон, в то время как толщина всего одна молекула. Итак, приступим к нашему рассмотрению. Три основных методов, которые будут рассмотрены сегодня, так называемые wet deposition techniques, показаны на этом слайде. Это пленки Лангмюра Блоджет или LB Films. ЛБ пленки. Пленки, полученные методом spin coating. И пленки, полученные методом deep coating или layer by layer deposition. Послойное нанесение. Во всех этих случаях можно получать пленки размером, толщиной, вернее, от одного монослоя до сотен монослоев. В единицах нанометров это будет примерно от 10 нанометров до нескольких микрон. Что такое пленки Лангмюра Блоджет или LB Films? Они были предложены двумя авторами. Ирвингом Лангмюром и Каталиной Блоджет, которые работали в тот момент на фирме General Electrics. Этот метод предполагает сначала расположение органических молекул на поверхности воды, а затем его регулируемый перенос этого монослоя с поверхности раздела вода-воздух на поверхность раздела подложка-воздух. В качестве подложки можно использовать любой плоский материал. Например, стекло, кремний, какие-то полированные металлические поверхности и так далее. Мы видим на этом слайде фотографию Ирвинга Лангмюра. Он получил Нобелевскую премию по химии в 1932 году, но не совсем за эти пленки. Он работал, Ирвинг Лангмюр работал в нескольких областях науки, физики и химии, включая очень известные его исследования в области вакуума, создания электрического разряда вакууме, то есть плазмы вакууме, а также его исследования по нанесению, адсорбции слоев в каком-то растворе на поверхность твердого тела, так называемая изотерма Лангмюра. Собственно, за это он и получил в основном свою Нобелевскую премию. Катерина Бладжетт, которая работала у него аспиранткой, предложила метод переноса монослоев с поверхности воды на поверхность твердого тела. Она не получила Нобелевскую премию, но очень активно участвовала в разработке лангмюровских пленок. Катерина Бладжетт была также первой женщиной, работающей в научном секторе фирмы General Electrics в Америке, а также она была первой женщиной, получившей кандидатскую степень или PHD по физике в Кембриджском университете в 1926 году. В создании и в изучении лангмюровских пленок принимали участие многие знаменитые ученые и общественные деятели. Так, например, Бенджамин Франклин во время своего визита в Европу в XVIII веке, когда он приехал, чтобы подписывать декларацию о независимости Америки от Великобритании, он параллельно со своими политическими занятиями проводил физические опыты, разливал масло на поверхность воды в некоторых водоемах, и он видел, что буквально чайной ложки масла достаточно, чтобы успокоить волны на большом, сравнительно большом каком-то озере. Также лорд Рилей, известный физик в области оптических и других исследований, он, продолжив эти опыты с растеканием оливкового масла, он доказал, что толщина таких пленок масла на поверхности воды составляет 0,16 нанометра, то есть 1,6 ангстрома, то есть речь идет о мономолекулярном таком покрытии. Кроме того, эти опыты позволили вычислить и показать, подтвердить значение числа авогадра. Агнеса Покинс в Германии пошла дальше. Она создала специальную ванну, где с помощью плавающих барьеров ей удалось собирать масло на поверхности в какую-то компактную область. И тогда ей удалось количественным образом доказать, что на одну молекулу приходится площадь поверхности, равная 0,2 квадратных нанометров. То есть она написала о своем исследовании Лоду Рилею, и потом опубликовала эти исследования в журнале Nature в 1891 году. Потом эти опыты были продолжены Ирвингом Лангмюром, что привело к созданию лангмюровских слоев, лангмюровских пленок, методу нанесения лангмюровских пленок и как бы является началом эры нанотехнологий. То есть полностью вот этот метод был сформирован к 1932 году. Катерина Блоджер предложила, как переносить пленки с поверхности воды на поверхность какого-то твердого тела. Первоначальное применение таких пленок было покрытие специальное на оптике, чтобы уменьшить отражение света, то есть просветление оптики, улучшение качества оптических приборов. Но потом эти работы были как бы забыты, отодвинуты в сторону. И интерес к лангмюровским пленкам возобновился только в 70-е годы 20-го столетия, когда Кун в Германии начал проводить фотоэлектрические опыты. Он показал, что возможен резонансный перенос энергии между слоями, так называемый форстерский перенос энергии. В комбинации с органическими красителями лангмюровские пленки нашли применение в оптике, в микроэлектронике, так называемой молекулярной электронике, концепция которой сложилась в 1970-х. И в результате лангмюровские пленки были очень горячим предметом исследований, Буминг Эйлия, в 1975-м до 1990-го примерно года, пока не появились другие пленки, такие как послойное осаждение, самоассамблирование и так далее. Вот за эти несколько лет, 15-20 лет, прошло несколько международных конференций по ЛБ-пленкам, было задействовано множество тысячи ученых в разных странах, появились специальные журналы, такие как Sin Solid Films, Лангмюр. И во многих областях знания приоритет и какой-то индикатором развития нанотехнологий являлось количество лангмюровских установок, лангмюровских ванн, которые присутствовали, функционировали в какой-то отдельной стране. И наибольшее число таких ванн было в Японии, потом в Великобритании, в Германии, в Америке, и несколько было также и в бывшем Советском Союзе. А что же из себя представляет такая ванна, лангмюровское устройство, устройство для нанесения лангмюровских слоев? Значит, это какой-то такой трав, так называемый, или ванна, изготовленная обычно из тефлона, или тефлоновым покрытием, которая оснащена специальными весами для измерения поверхностного натяжения на поверхности воды. Это может быть просто кусочек фильтровальной бумаги с известными размерами, прицепленной на чувствительные весы, или какое-то барьерное устройство, которое измеряет силу, прилагаемую к барьеру, в результате сжатия монослоя органических молекул на поверхности воды. Также обязательным устройством является какой-то двигающийся барьер. И движение этого барьера должно обеспечиваться, должно быть осуществляемо с помощью компьютера, с помощью компьютерной программы. На этом слайде показаны два варианта весов для измерения поверхностного натяжения или давления монослоя. Наверху так называемые весы Вильгельми, где просто промокрашка или фильтровальная бумага с известным периметром, погружена в воду. В результате смачивания этого кусочка бумаги возникает мениск и возникает сила, дополнительная сила, которая тянет эту бумажку или эту пластинку в воду. Таким образом, в зависимости от нарушения поверхностного натяжения воды с помощью нанесенного монослоя на поверхность, можно измерять поверхностное натяжение, изменившееся поверхностное натяжение или поверхностное давление в монослое. Внизу показаны весы Ленгмюра, то есть, предложенные Ленгмюром. Они измеряют закручивание нити наверху, которая соединена с плавающим на поверхности барьером, когда прилагаются усилия, поверхностное давление, как разность поверхностных натяжений чистой воды и воды с монослоем, то возникает движение этого барьера, чтобы скомпенсировать разницу давлений, что приводит к закручиванию нити, соединенной с этим плавающим барьером. Таким образом, тоже можно измерять поверхностное натяжение или давление в монослое. Еще раз показано устройство Ленгмюровской ванны. Наверху это вид сверху с двумя сжимающими барьерами на поверхности, изготовленными из тефлона. Посередине это вид сбоку или кросс-секшн, сечение такой ванны. Видно, что вода собственно очень мелкая, на большей поверхности ванны, только посередине ванны сделан специальный колодец, с тем, чтобы можно было в этом месте погружать подложку и переносить вонослой на поверхность этой подложки. Барьеры могут быть как два отдельных барьера, как показано сверху, или как непрерывная лента, которая движется специальными штырями, приводимыми в действие с помощью моторов, связанных с компьютером. Очень важно, чтобы площадь, занимаемая монослоем, сжималась очень медленно. Поэтому это шаговые двигатели, шаговые моторы, позволяющие осуществлять такое очень медленное движение. А также они связаны с компьютером и апеллируются компьютерной программой, чтобы двигать эти барьеры синхронно и чтобы можно было двигать их с различной скоростью, но опять медленно. Что происходит, когда мы помещаем специальные молекулы органические на поверхность воды? Во-первых, эти молекулы должны быть амфифильными, то есть должны иметь четко выраженную гидрофильную часть, и гидрофобную часть. Гидрофильная часть, это та часть, которая любит воду, гидрофобная, которая ее ненавидит. В результате такие молекулы, как стеариновая кислота или вообще жирные кислоты будут располагать, вот такая молекула стеариновой кислоты показана на слайде. Она будет располагаться на поверхности воды таким образом, что гидрофильная часть будет погружена в воду, а гидрофобная часть будет выталкиваться из воды на поверхность. Молекулы стеариновой кислоты или другой жирной кислоты можно нанести на поверхность воды, очень чистой воды, из раствора. Просто капнуть, например, капельку раствора в хлороформе, хлороформ быстро испарится, а молекулы останутся плавать на поверхности воды. Потом с помощью барьеров ламбургской ванны можно начать сжатие этого монослоя. При этом с помощью весов виргельми или ламбюра можно измерять поверхностное натяжение или поверхностное давление и записывать так называемую изотерму сжатия. то есть как двумерное поверхностное давление ПАЙ или ПИ по-русски будет, которое измеряется в единицах поверхностного давления милиньютон на метр, как показано на этом рисунке, будет зависеть от площади приходящейся на одну молекулу. Площадь приходящуюся на молекулу можно посчитать легко с помощью компьютерной программы, поскольку мы знаем концентрацию раствора стиалиновой кислоты, которую мы капали на поверхность и знаем точно объем, который был нанесен, потому что нанесение происходит специальным калиброванным шприцом очень точно, то мы можем посчитать очень точно какая площадь будет приходиться на поверхность одной молекулы стиалиновой кислоты. В процессе сжатия молекулы будут занимать все меньше и меньше площадь на поверхности, то есть сначала мы имеем дело с двумерным газом и давление в слое равно нулю, потом молекулы начинают взаимодействовать, происходит образование конденсированного состояния сначала жидкого двумерной жидкости, а потом двумерного твердого тела, давление начинает резко расти и наконец при какой-то степени сжатия наступает коллапс монослой. Что при этом происходит? Монослой не выдерживает приложенного давления и складывается в мультислои, собирается в такие сгустки. Это, конечно, нежелательный процесс и перенос монослоя на поверхность твердого тела обычно происходит в самом начале твердого тела, то есть как раз когда жидкое состояние сменяется твердым состоянием на поверхности воды. На этом слайде показан случай регулярного коллапса, то есть регулируемого какого-то организованного коллапса, который происходит, если органические молекулы, которые мы разливаем на поверхности воды, способны образовывать жидкокристаллическое состояние. Тогда наблюдается система из таких пиков, каждый из которых соответствует переходу из монослоя в несколько слоев. Сначала мы имеем дело с монослоем, как показано на вставках, потом, когда происходит первый коллапс, первый пик A1, происходит образование B-слоя, потом A2 это образование тройного слоя, A3 образование четверного и так далее. Соотношение площадей очень определенное при этом. То есть площадь, приходящаяся на одну молекулу в момент коллапса A1, отношение этой площади к площади A2, площади A3, равно как 1, относится к 1, 2, 1, 3 и так далее. То есть это очень хорошо описываемое физическими уравнениями процесс образования мультислоев на поверхности воды в результате такого постепенного сжатия монослоя. Теперь рассмотрим как же происходит перенос монослоя на поверхность воды. Например, у нас есть гидрофобная подложка приготовленная. Мы приготовили монослой на поверхности воды, сжали его до определенного давления. Теперь мы вертикально начинаем с медленной скорости двигать подложку и как бы протыкаем этот монослой. Поскольку хвосты молекул гидрофобные и подложка тоже гидрофобная, происходит нанесение одного монослоя на поверхность подложки с каждой из сторон. Теперь когда мы начнем подложку вынимать из-под воды, то у нас уже она покрыта монослоем и гидрофильные головки молекул смотрят наружу. Они будут естественным образом взаимодействовать с гидрофильными головками монослоя, которые все еще находятся на поверхности воды. Таким образом происходит нанесение второго слоя. То есть каждое погружение вынимания подложки соответствует нанесению двух слоев. Теперь можно рассмотреть несколько вариантов образованных мультислоев. Можно наносить, можно стартовать например из-под воды или можно стартовать из воздуха. Можно сделать нанесение так, что все головки молекул будут смотреть в одну сторону, в сторону противоположной подложки или в сторону подложки. А также можно сделать слой, мультислои, где головки молекул будут направлены друг на друга. Будут образовывать такие бислои. в ламмировской терминологии такие разные слои получили специальное название. Наверху показан тип X X-тип ламмировских пленок, бислои называются Y-типом, а Z-слои называются подложки, называются слои, где головки смотрят в сторону подложки. Y-тип слоев или Y-тип характерен тем, что в нем присутствует центросимметрия расположения молекул. В то время как X-слои и Z-слои являются не центросимметричными слоями. Такое рассмотрение очень важно в случае оптических применений для нелинейной оптики для генерации второй гармоники цвета с помощью активными органическими молекулами, содержащими хромофор. Здесь еще раз показано это рассмотрение. Кроме того, можно применять органические молекулы разных типов. Например, один тип мы можем обозначить буквой A, а другой тип буквой B, и можно чередовать разные молекулы A, B, A, B, или другие придумать комбинации, например, A, B, B, A, и так далее. Таким образом можно создавать практически неограниченное количество всевозможных типов пленок из двух-трех типов органических молекул. Как это делать практически? Для этого нужна специальная ванна, ламиюровская ванна, которая имеет два независимых барьера и две независимых поверхности, где можно разлить в одной части этой ванны можно разлить молекулы типа A, а в другой части молекулы типа B. В центральной части, там, где находится колодец, углубленное место для нанесения, должны быть какие-то шлюзы, позволяющие переносить подложку под водой или осуществлять перенос этой подложки над водой или то и другое с тем, чтобы была возможность поочередно наносить слой A, слой B. Например, можно сделать такой вращающийся барабан, вот эта подложка, которая крутится вместе с барабаном и в результате она протыкает поочередно то один слой на поверхности воды и то другой. Здесь ниже приведено более изощренное устройство, а значит более дорогое, которое позволяет осуществлять только самое. То есть перенос, всевозможный тип переноса подложек через первый слой, второй слой, а также через поверхность воды, которая не загрязнена никаким монослоем. То есть можно создавать центросимметричные, нецентросимметричные и так далее слои органических молекул. Кроме того, что было показано ранее, существует более простой метод переноса. Просто достаточно сжать монослой на поверхности воды, потом подложка прикрепляется с помощью например пластилина к карандашу или какой-то палочки и плоско касается своей плоскостью касается монослоя. Вот здесь подложка подносится к монослою и мы этой подложкой касаемся монослоя сверху. при этом монослой прилипает к поверхности воды, как показано на нижней картинке, прилипает к поверхности подложки монослой и может быть убран с поверхности воды. Образовавшаяся дырка затягивается, потому что мы по-прежнему барьерами на поверхности воды можем продолжать сжатие такого монослой. Такой метод более простой получил название метода Шифера Шифера и он позволяет формировать так называемые X слои нецентросимметричные слои на поверхности подложки. Такую процедуру можно продолжать многократно формируя мультислои. Но кроме всего прочего он позволяет создавать гибридные слои. Когда на поверхности развиты какие-то липиды, на поверхности воды развиты липиды, например, отрицательно заряженные, а в воде растворены какие-то органические молекулы, которые имеют противоположный заряд. В результате сжатия монослоя растет плотность отрицательного заряда. Он притягивает положительно заряженные молекулы, которые могут формировать двумерные кристаллы. Помните, на самом первом слайде я обратил ваше внимание на двумерные кристаллы органического красителя на поверхности воды. Вот эти кристаллы сформированы именно таким образом. Потом они могут быть перенесены на твердую подложку и можно их применять для исследования или практического применения в качестве каких-то оптических устройств молекулярного уровня. Вот здесь мы видим изображение таких двумерных кристаллов в оптический микроскоп, в флуресцентный микроскоп внизу. Также атомосиловая микроскопия таких кристаллов, которая показывает, что у них толщина в один слой органических молекул. Это химическая форма применяемых молекул органического красителя и органических липидов, которые положительно заряжены, несут положительный заряд и могут быть нанесены на поверхность воды. Кроме органических молекул или кристаллов, таким же образом можно переносить наночастицы, которые сначала сформированы на поверхности воды, имеют офисильную природу, как здесь показано, у них структура так называемая core shell, когда внутреннее ядро наночастицы покрыто каким-то лигандом, такие core shell структуры можно прикреплять горизонтальной подложке и переносить на поверхность этой подложки. Кроме того, можно формировать наночастицы прямо в пленке, лангуровской пленки, каких-то органических молекул. Например, на этом слайде показано, как можно сформировать квантовые точки сульфида кадмия, кадмия-С, который является полупроводником, фотополупроводником, имеет очень интересные оптические электронные свойства. Как это сделать, используя лангуровские мультислои. Сначала формируется Y-типа мультислой, например, достаточно бислоя. Как это делается? На поверхность воды наносится стерленовая кислота, а в воде растворяется какая-то соль кадмия. То есть кадмия, ионы кадмия, двухолентного кадмия, связывают по две молекулы стиалиновой кислоты, происходит образование кадмиевой соли стиалиновой кислоты. Потом, когда эта пленка уже сформирована, она обрабатывается в парах сероводорода. Сероводород реагирует с ионами кадмия, замещает стиалиновую кислоту и происходит образование наночастиц сульфида камня. Можно также, как я уже рассказывал раньше, варьировать различные химические природы таких наночастиц и можно делать послойное нанесение наночастиц сульфида кадмия и сульфида свинца. Это показано на настоящем слайде. Вообще, говоря, ламировские пленки нашли многочисленные применения в конце XX века, несмотря на относительную дороговизну приготовления таких пленок. Но преимущество этих пленок то, что их можно делать с высокой воспроизводимостью в особо чистых условиях. Поэтому удавалось сделать так называемые структуры типа металл изолятор полупроводник называемый мист структуры. Также ламировские пленки являются аналогом или моделью биологических мембран. Можно было моделировать многие процессы, происходящие в биологических, в реальных мембранах и в биоорганизмах. Можно было имитировать иммуносенсорный отклик, то есть удавалось создавать всевозможные сенсоры, включая био, иммуносенсоры, например, сенсорную глюкозу с помощью использования политеофена и ламировской технологии. Ну и прежде всего это первое применение, которое было предложено еще в начале 20 века, это антиотражающие покрытия на оптических приборах. также современное применение это в MEMSах Microelectromechanical Systems, которые мы рассматривали на прошлой лекции. Они имеют движущиеся части такие приборы, микроэлектронные приборы, и трение для них очень существенно ограничивает применение таких устройств. они просто сгорают в результате того, что устройство на каком-то этапе сталкивается, ротор сталкивается с очень интенсивным трением, с очень высокой силой трения. А трение возникает, например, из-за капиллярных сил, потому что зазор между вращающейся и не вращающейся частью очень мал, там всегда присутствует монослой воды, который вследствие капиллярного эффекта вызывает притяжение двух частей, вращающейся и не вращающейся. Поэтому были предложены всевозможные решения этой проблемы. В частности, например, можно покрывать вращающуюся часть монослоем, ландмюровским монослоем или самоассамблированным слоем, то есть в результате самоассамблирования каких-то молекул, которые содержат атом фтора. То есть это как бы аналог фторопласта, только на молекулярном уровне, в результате чего сила трения уменьшается чуть ли не в сотню раз и такие устройства МЭМС могут служить долгое время. Переходим теперь к рассмотрению следующего метода из когорты wet deposition методов. Это метод спинкоутинга или спиннинг он осваивал. метод очень прост. Берется раствор полимера какого-то в органическом растворителе, наносится на поверхность подложки, подложка притянута к ротору с помощью вакуума. Значит, когда происходит нанесение раствора на поверхность, потом включается очень быстрое вращение по скорости несколько тысяч оборотов в минуту. Сначала включается медленное вращение обычно, что позволяет подождать пока раствор растечется по поверхности подложки, потом включается быстрое вращение, происходит испарение растворителя быстрое и формирование монослоя на поверхности подложки. Теоретически толщину такого слоя можно посчитать, используя уравнение вязкого течения, растекания жидкости и в этих теоретических рассмотрениях получается, как и в практических измерениях, что толщина слоя зависит от времени нанесения, ти зависит от вязкости раствора, зависит от скорости вращения, обратно, пропорциональной скорости вращения, и зависит от плотности нашего раствора. Если от скорости вращения можно более-менее предсказать эту зависимость буквально аналитической формы, то от концентрации раствора это зависимость более сложная, потому что в зависимости от типа полимера будет разная зависимость вязкости и плотности от концентрации применяемого раствора. Да, Пи здесь это число Пи 3,14. Поэтому в практическом применении обычно такие зависимости измеляют эмпирически. Для нескольких концентраций находят правильную зависимость и таким образом знают заранее с какой скоростью вращать, какой раствор изложить, чтобы происходило формирование ножной толщины плена. В дипкоутинг следующий метод применяют тоже полимерный раствор и специальным образом обработанную подложку, которую медленно вынимают из погруженного состояния в раствор. В результате происходит быстрое испарение растворителя. А это может быть талуол, хлороформ и так далее. Быстрое испарение здесь в миске и формирование тонкого слоя полимера на поверхности подложки. Толщину такой пленки можно контролировать путем изменения скорости вынимания подложки или изменением концентрации раствора. понятно что чем больше концентрация тем толще слой но не совсем наверное очевидно но это так чем больше скорость вынимания тем тоже толще слой наносим полимерного покрытия. следующая модификация метода дипкоутин которая была предложена которая одновременно была как бы независимым методом это метод послойного осаждения в этом методе применяются молекулы полимерные молекулы двух разных типов оба этих тип электролиты заряженные полимеры но один из полимеров отрицательно заряжен например такой полисульфоник а другой полиамид полиамидного типа положительно заряжен если мы подготовили подложку которая каким-то образом положительно заряжена и погружаем ее в раствор отрицательно заряженных молекул немножко подождем буквально 5-10 минут то происходит нанесение монослоя отрицательно заряженного на положительно заряженную подложку потом мы промываем эту подложку в воде так же стряхиваем все молекулы полимеры которые непрочно прикреплены и погружаем нашу подложку в раствор положительно заряженных молекул после первого после первой ванны произошла перезарядка сейчас уже у нас наша подложка заряжена отрицательно поэтому она притягивает положительные заряженные молекулы второго типа и наносится второй слой это первый слой это второй слой снова промываем в воде чтобы убрать недостаточно прочно прикрепленные молекулы и можем повторять эту процедуру много раз таким образом наносится мультислойное покрытие как мы уже говорили подложка на которую наносится мультислойное покрытие должна быть как-то приготовлена к этому покрытию этот слайд показывает несколько возможных вариантов например отрицательно заряженная подложка возможно если применяются оксиды такие как оксид кремния а если применять нитриды нитрид кремния то можно создать положительно заряженную подложку поляризация металлов некоторых например золото можно приложение электрического поля зарядить подложку отрицательным образом и тогда положительно заряженные электролитные полимеры могут быть притянуты из раствора чтобы осуществить первый шаг в таком нанесении также можно покрыть подложку каким-нибудь монослоем с помощью самоассамблирования самосборки о которой пойдет речь в следующей лекции например такие вот теолы как показаны на рисунке Ди они могут на одном конце иметь теольные группы а на другом конце аминогруппы теольные группы реагируют с металлом в данном случае с золотом аминогруппы при определенном PH раствора могут быть заряжены положительным образом и тогда такая подложка может быть использована для lay-by-lay deposition а метод LBL хорош тем что он может быть полностью автоматизирован этот слайд показывает такой робот с барабаном вращающим банки с растворами и подложка по очереди окунается в растворы или в чистую воду для смывания непрореагировавших полимерных молекул все может управляться с помощью компьютера компьютерной программы без участия человека таким образом можно наносить множество слоев еще один способ обыстрения нанесения слоев методом LBL состоит в том чтобы использовать комбинацию спин-коутинг и lay-by-lay deposition вместо того чтобы окунать подложку в растворы раствор наносится на поверхность подложки и потом включается вращение как спин-коутинг при этом растекается капля по поверхности испаряется растворитель и происходит быстрое нанесение одного свора потом точно так же наносится раствор следующего полимера и операция продолжается столько раз сколько можно нанести моносвоев теперь я хочу коснуться некоторых других методов led-deposition не связанных с первыми тремя перечисленными в этой лекции один из самых и очень популярных методов получил название электроспиннинга то есть электровытягивание волокон полимеров метод этот в общем-то очень уже стар но последние годы примерно 20 лет назад он получил новый виток в своем развитии в связи с применением новых материалов в связи с применением новых технологий метод сравнительно прост берется какой-то шприц с металлической иголочкой который наполняется полимерным раствором и потом между этой иголочкой металлической и какой-то подложкой тоже проводящей которая называется коллектором она показана внизу прикладывается высоковольтное напряжение несколько киловольт при этом возникает ускорение потока раствора раствор этот поляризуется и возникает так называемый тейлор коун такое очень острое заострение на конце шприца создается поток раствора который мгновенно высыхает и полученное уже волокно почти сухое сразу падает на коллектор и наносится на коллектор как я уже говорил метод очень прост и позволяет получать всевозможные волокна разной толщины из самых различных материалов включая полимеры неорганические материалы керамику и их композиты то есть полимерные композиты можно также применять дополнительное выравнивание этих волокон если коллектор который находится внизу на столике каком-то имеет несколько заряженных пластин несколько электронов тогда происходит выравнивание волокон во время их падения вниз либо в одном направлении либо если как показано на вставке A справа если применить четыре электрода то можно осуществить перекрещивание таких двух направлений и создается как бы сетка из нановолока этот метод получил широкое распространение было опробовано множество полимеров более чем 50 разных полимеров применялось толщина волокон может составлять от 50 нанометров и выше до нескольких микронов можно также делать полые внутри волокна или сплошные то есть метод очень разнообразен и легко применим для разных устройств и для разных технологий какие же технологии нашлись для таких нановолокон и для такого метода это прежде всего микро и нано актуаторы на базе таких актуаторов можно делать так называемые micro vehicles или мавы мавы это как бы искусственные бабочки или такие искусственные птички которые могут летать где-то в помещении или снаружи конечно радиус действия у них небольшой но они могут проникать в труднодоступные места могут шпионить или могут собирать какую-то информацию в местах где человеку находиться невозможно с высокой радиоактивностью или там с высокой химической токсичностью и так далее также одно из предложенных применений было космический парус Space Solar Sail то есть свет когда он падает на какой-то предмет оказывает давление на этот предмет если это происходит в нормальных условиях при атмосферном давлении то это давление очень трудно померить потому что оно ничтожно но если же то же самое происходит в вакууме в безвоздушном пространстве в космическом пространстве то свет падающий на поверхность вызывает явление отдачи и таким образом можно как бы ускорять какие-то предметы космические корабли которые находятся в космическом пространстве было предложено в частности что выстреливается с космического корабля выстреливается такое устройство которое производит прямо в космосе изготавливает методом электроспиннинга изготавливает космический парус такую сетку парус разворачивается таким образом чтобы он смотрел в сторону Солнца и тогда этот парус можно использовать для того чтобы разгонять в космосе космические корабли например для межпланетных путешествий идея еще не была реализована но такая идея существует также электроспиннингом можно создавать такие сетки решетки которые можно использовать для сенсорики и для различных микроэлектронных устройств более подробную информацию вы можете найти в обзорах один из которых приведен внизу этого слайда следующая методика которую мне хотелось рассмотреть сегодня это инкджет принтинг то есть струйная печать струйная печать очень популярна в современных цветных принтерах особенно цветных потому что легко делать смешение цветов и сам принтер становится очень дешевым сравнительно дешевым но я хочу сказать пару слов о другого типа принтерах они тоже струйные но они специальным образом сделаны для нано-печати и даже пика-печати струйные принтеры существуют в двух вариантах либо термо актива либо пьезо актива слева мы видим термо актива актива а справа пьезо актива то есть в любом случае есть какой-то маленький объем компактмент который сначала наполняется чернилами из резервуара с чернилами а потом вот эта мембрана которая показана черным нагревается в первом случае что создает такой бабл или пузырь воздушный и этот воздушный пузырь выталкивает капельку чернил наружу а в случае пьезо актива это мембрана к которой прикладывается электрическое поле мембрана деформируется и создают давление на объем жидкости в результате снова выталкивается капля очень маленькая капля чернил чернила могут быть конечно специальные чернила которые быстро вытекают или содержат наночастицы квантовые точки какие-то специальные материалы проводящие и так далее размер капли может быть очень маленький слева на этом рисунке мы видим точки произведенные принтером с объемом этой рабочего элемента 10 пиколитров то есть 10 умножить на 10 минус 12 литра справа мы видим еще еще меньше объем всего 1 пиколитр и шкала внизу может быть не совсем видно но справа мы видим шкала составляет 200 микрон и хорошо видно что размер вот этих точек составляет порядка 1 десятая от этой шкалы то есть порядка 20 микрометров а толщина может валироваться конечно концентрации раствора то есть чернил так называемых которые применяются толщина может составлять всего 1 монослой органических молекул следующий метод который очень уже развит применяется широко в обычной печати когда печатают книги или газеты это так называемая гравюрная печать в гравюрной печати сначала готовится специальный цилиндр печатный цилиндр который показан внизу в этом цилиндре выверы поэтому называется гравюрная печать углубление когда барабан вращается он окунается в чернила подхватывает какое-то количество чернил в основном в эти углубления потом излишек чернил убираются специальным ножом то что написано blade на рисунке и второй цилиндр расположенный сверху прижимает бумагу к этому гравюрному печатному цилиндру в результате капельки чернил которые первоначально были в углублениях первого нижнего барабана переносятся на поверхность бумаги или какой-то подложки очень часто в случае молекулярной электроники или печатной электроники вместо бумаги используются специальные полимеры такие как полиэтилен келестолат или другие анорфные прозрачные прочные полимеры такими методами то есть методами печатной электроники можно создавать целое электронное устройство как показано на этом слайде транзистор элементарное электронное устройство транзистор напечатано просто гравюрной печатью и мы видим что несколько разных полимеров применяется в качестве подложки применяется полимер полиэстер потом наносится слой полупроводниковый это полиэтилен обычно слой изолятора полигидростирол и потом наносятся электроды которые могут быть высокопроводящие полимеры такие как полиэмилии после высушивания мы получаем готовое устройство очень недорогое потому что можно параллельно печатать сразу на одной подложке тысячи таких транзисторов потом можно это развязать на отдельные транзисторы или просто делать готовую уже интегральную схему которая включает множество таких органических транзисторов сокращенное название мы видим внизу для таких устройств это органик синфилм транзистор OTFT или органик филд эффект транзистор ОФЭРТ в обоих вариантах можно использовать также такие устройства для излучения света в активных светоизлучающих дисплеях или можно также их использовать для сенсорики в качестве сенсоров на химические какие-то вещества на запахи на органические растворители пары органических растворителей например на алкоголь и так далее в прошлый раз мы говорили уже про литографию что это такое к WET Deposition Techniques относится к так называемой софт литографии то есть гибкая литография которая использует полимерные материалы сначала готовится такой молд или заготовка форма из кремния или чего-то другого из какой-то неорганического материала прочного материала потом делается слепок с этой поверхности с помощью заспевающего заспевающего полимеризуемого материала такого как полидиметилсилоксан PDMS такой слепок очень четко аккуратно воспроизводит рельеф на поверхности потом PDMS такая форма штамп окунается в чернила и потом эти чернила переносятся на подложку куда нам нужно ее перенести просто приложением какого-то небольшого давления к подложке как всегда используется какой-то штамп или печать просто прижимается при этом чернила переносятся с поверхности этого штампа на поверхность подложки также в связи с появлением новых современных методов микроскопии таких как атомосиловая микроскопия появились и дополнительные возможности для печати для нанесения каких-то структур на поверхность подложки например был предложен уже давно 20 лет назад гиппен нано-литограф то есть погружение карандаша так надо это перевести или погружение пера значит пером служит зонд отомосиловой микроскопии это очень острый с нано-метровой кривизной поверхности такой тип зонд он сначала погружается в капельку чернил которая находится на подложке а потом переносится этот тип бесконтактно куда-то в другое место где приводится в контакт с поверхностью и с помощью компьютерной программы можно рисовать какой-то узор там треугольники квадраты пятиугольники как показано на изображении вверху видно что толщина таких линий которые наносятся может составлять всего 30-80 нанометров можно также рисовать точки создавая квантовые точки на поверхности если используются специальные органические вещества которые способны создавать квантовые точки или наночастицы при высыхании и еще один метод о котором я говорил раньше уже упоминал это метод приложения электрического поля между проводящим зондом потом и силовой микроскопией и проводящей подложкой на проводящую подложку которая в данном случае это кремний покрытый слоем золота может наноситься непроводящий полимер такой как поливинил корбазон но в результате в результате пропускания электрического тока происходят химические реакции например может происходить шишка как в данном случае между отдельными молекулами и те места которые были подвержены пропусканию электрического тока они вспучиваются воспроизводя какой-то рельеф на поверхности мы видим что можно делать всякие надписи можно рисовать всякие геометрические фигуры или просто делать линии очень малой толщины буквально нанометрового размера начиная примерно с 20 нанометров и выше можно делать такие нанометры структуры Итак подведем итоги сегодня мы рассмотрели так называемые wet deposition techniques то есть методы нанесения наноструктур из растворов и иногда из расплавов к этим методам прежде всего относятся три следующих метода это леномер блогид филмс спин коутинг и дип коутинг которые очень близки по идеологии и третий метод это послойное осаждение lay by lay deposition который имеет элементы самоассамблирования то есть самоорганизации о которой мы поговорим в следующий раз в следующей лекции применение этих методов а также других методов модификации таких органических пленок таких как выращивание нано частиц внутри леномеровских пленок или например инжет принтинг то есть встроенная печать с последующей обработкой создаваемых точек или капель все это создает практически неограниченные возможности для надмолекулярного дизайна инженерии всевозможных периодических наноструктур а также организованных ансамблей молекул или наночастиц в следующий раз мы поговорим про еще большие возможности которые связаны с самоорганизацией самоассамблированием и так до следующего раза в качестве дополнительного чтения к этой лекции вы можете использовать некоторые книги некоторые из них довольно старые особенно мне нравится вот эта книга Пэйти Лангер Боджет Филлмс а также у этого же автора есть молекулярная электроника книга по молекулярной электронике также можно использовать некоторые оригинальные статьи и можно использовать конечно ресурсы на интернете используя ключевые слова которые появлялись в этой лекции такие как Лангер Боджет Филлмс самоассамблирование спин коутинг инк джет принтинг электроспиннинг и конечно софт висогреша и все до следующего раза висогреша